Не могу поверить, нас уже 200. Хочу выразить благодарность всем, кто смотрит и поддерживает мой канал. И предлагаю отметить это событие запуском новой рубрики, посвященной моделированию среди Симентек. Итак, с вами Андрей Чпига. Это первый выпуск рубрики про Симентек. Погнали! Для изучения основных свойств среды Симентек зададимся объектом. Двигателем постоянного тока, который представлен следующими уравнениями. Переведем их к передаточной функции, способов, которые мы рассмотрели в первом выпуске рубрики про ТАУ. Прежде чем перейти к составлению модели двигателя постоянного тока, нам необходимо зайти в обкладку скрипт и прописать там параметры нашего двигателя. Внесем туда следующие параметры. Сопротивление обмотки якоря, индуктивность обмотки якоря, номинальный поток и момент инерции двигателя. Для составления модели двигателя постоянного тока нам понадобятся блоки с четырех библиотек. Первая такая библиотека динамическая. Здесь представлены основные типовые звенья, которые мы изучили с вами во втором выпуске рубрики про ТАУ. За исключением коэффициента усиления, которые находятся в библиотеке оператора вместе с ума. А также нам потребуется блок временной график из библиотеки вывод данных. Также нам понадобится блок из библиотеки источники, чтобы подать входной сигнал. Обычно я советую использовать ступеньку вместо константы, чтобы посмотреть на переходной процесс выходной величины в результате изменения входного воздействия. Все блоки переносятся на рабочее поле левой кнопкой мыши. Еще следует помнить о моменте сопротивления двигателя. На начальном этапе моделирования ставим его равным нулю. Если оставим вход сумма отропустым, то будет ошибка моделирования, пока мы не подадим какой-либо сигнал. Переходим к одной из самых важных настроек. Установка параметров расчета. Для этого нажмем правую кнопку мыши и выберем соответствующую вкладку. Здесь установим конечное время моделирования и максимальный шаг. Обычно я ставлю это время на порядок меньше, чем постоянное время немоделируемого объекта. Но тут важно не переусердствовать. Иначе процесс моделирования будет стремиться к бесконечности. Также не забываем про постоянную кофе в обратной связи, которая при умножении на скорость дает нам значение противоэдэс двигателя. Нажимаем кнопку пуск и получаем следующий результат. Без знаний физических свойств объекта вы не сможете понять, что получили. В реальности переходной процесс выглядит иначе. Но с чем это связано? Все очень просто. Необходимо поменять метод интегрирования. Можно, конечно, их все запомнить. Но обычно я подбираю нужный методом профессора Тыкова. То есть на глаз. Еще немного поиграем со входным напряжением. Сначала подадим 50 вольт. А потом в момент времени 0,2 секунды увеличим до 100 вольт. Вуаля! Совершенно другой переходной процесс, соответствующий действительности. Осталось дело за малым. Настроим основные параметры графика. Как видите, их бесчисленное множество. Среди основных можно выделить изменения толщины и цвета линий графиков, подписи осей и легенды. Настраиваются они индивидуальные поджелания пользователя. Но делать это обязательно для наглядности полученных результатов и дальнейшего использования в рабочем отчете. Думаю, на этом сегодня можно закончить. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей Чпихов. И помните, 7 раз промоделируй, 1 раз запусти объект. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok